Сегодня я хотел бы поделиться размышлениями на тему, которую назвал «Заплати Богу». И цель моей проповеди сегодня – порассуждать вместе с вами о том, могу ли я какими-либо своими усилиями, своими какими-то ритуалами дополнить или заплатить Богу какую-то дополнительную цену к тому, что уже заплачено на Голговском кресте. Конечно, в большинстве своем люди, верующие, они ответят, конечно, нет. Но я хочу, чтобы вы не спешили сейчас с выводами. И да, правильный ответ – нет, мы не можем что-то дополнить к жертве Иисуса Христа. Но я хотел бы, чтобы мы не просто банально, скажем, поверхностно подумали об этом и ответили себе. Я хочу, чтобы мы углубились сегодня в некоторый аспект этой темы. И я прежде всего прочитаю Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 19 стиха. Первое послание Коринфянам, 6,19, нам высветят сейчас. Написано, разве не знаете ли вы, что тела ваши суть храм, живущего от Святого Духа, который вы имеете, и от Бога, и вы не свои. Вы куплены дорогой ценой. Посему прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Можно было об этом больше поговорить, об аспекте того, что тела наши суть храм, живущего в нас Святого Духа. Но мы сегодня не будем касаться, углубляться, тратить на это время. Я хотел бы, чтобы здесь мы обратились, что написано «Вы куплены дорогой ценой». Могу ли я доплатить что-то Богу, чтобы эта цена была более совершенной? И естественно, как я говорил сначала, нет, мы однозначно это понимаем. Но я хочу предоставить вам варианты таких цен, варианты такой оплаты, и акцент я сделаю на славянском варианте такой цены. Прежде чем мы поговорим о славянском варианте такой цены, когда люди пытаются доплатить Богу или заплатить за какие-то Божьи услуги. Прежде чем мы поговорим о славянском варианте, я коснусь немножко традиционных вариантов для нашей местности. Может быть, это больше касается нашей местности православия, в западном мире католицизма. Какая там существует традиция такой цены? В основном там люди сталкиваются с тем учением, что спасение очень сложно достигается. Если вы хотите и желаете спастись, то вы смотрите на то, как спасались перед вами святые отцы церкви, еле-еле, входя в Царствие Небесное. И вы понимаете, что вам точно ничего не светит, но если вы будете непрестанно молить Бога о помиловании, о спасении, то, возможно, шанс есть. Это такой вариант, как я говорил, традиционной, может быть, традиции православной католической церкви. Конечно, кого-то это может обидеть, я понимаю. К этому может оскорбить чьи-то чувства. Я хочу, чтобы мы просто трезво сейчас осознали, что из-за этого, тогда как мало шансов для спасения, на первое место очень сильно выходит следование традициям и ритуалам церкви. Где надо поклониться, где надо поцеловать, каким мощам приложиться и прочее, это становится очень важным. Это просто трезвый такой независимый взгляд. И это своего рода цена, которую ты платишь для того, чтобы спастись. И в данном случае эта цена добавляется к жертве Голговской. Есть Иисус со спасением, но есть еще много чего ты должен сделать на земле, чтобы спастись. Вторая традиция. Это традиция, я бы сказал, больше иудейская. Это тоже популярное в сегодня направление, когда многие христиане, они берут и к цене, которую заплатил Иисус на Голговском кресте. И причем это не ново. Об этом еще апостол Павел касался и говорил. К этому еще начинают добавлять и дальше уже кто, куда, насколько готов глубоко пойти. Кто-то добавляет к этому просто следование элементам закона. Пища, одежда, порядки. Кто-то добавляет только моральную сторону закона. Кто-то добавляет еще какие-то части. То есть мы пытаемся, исходя из истории Ветхого Завета, к тому, что сделал Иисус, еще добавить что-то. Я не сейчас говорю о том, правильно это или неправильно. Я просто обзор делаю. То есть вот иудейская цена, по сути, это такая попытка к тому, что сделал Иисус, например, в своей жизни еще носить правильную одежду. Или есть правильную еду. Или соблюдать правильные праздники. Сегодня тоже много споров насчет праздников. А мы празднуем вот это, мы празднуем вот это, а мы это не празднуем. Или наблюдение дней. И говорю, эта тема не новая. Апостол Павел, он касался этого. И это важно понимать. Мы двигаемся дальше. Есть некоторые направления западного протестантизма, которые говорят, ну или которые учат о этой цене, как, знаете, такая плата за помазание. Это тоже распространенное учение, когда, как бы, если ты хочешь, чтобы Дух Божий действовал в твоей жизни, заплати цену. Болитвы, посты, поклонения, много часов прорывов, много часов каких-то там, знаете, провозглашений, стояния в проломе и прочее, прочее. То есть вот такое вот западное учение, почему именно они, я называю их западные, у них есть очень важная такая общая черта. Во многом они основаны на применении или якобы применении закона сеяния и жатвы. И в основном это касается финансов. Если ты хочешь, чтобы Господь тебе воздал, посей, да, и желательно посеять именно в наш ящик. То есть мы понимаем, что в данном случае больше преследуется цель быть финансово стабильными в плане церкви, но тем не менее это развилось в некоторое целое учение о том, что платить цену за помазание в виде жертвенности, финансовых и так далее. Ну и теперь я перехожу к славянской протестантской традиции. Вот это уже для меня излюбленная тема, потому что в ней тоже обнаруживается своеобразная попытка заплатить цену Богу. Я говорю сейчас про славянскую протестантскую традицию. Именно вот протестантизма в виде того, как мы его привыкли понимать, современного, да, разного рода церквей протестантских, разных динаминаций, но современных, да. Так вот, славянская традиция, плата, это не плата в том виде западном, да, за помазание, за чудеса, она немножко звучит по-другому. Я хочу, чтобы сейчас вы это прочувствовали. В славянской традиции выработалась очень тонкая форма такой цены, очень тонкая, и я предполагаю, что она выработалась под влиянием православия. И эта тонкая форма такой цены перед Богом очень хорошо отражена во многих пророчествах, звучащих в строгих церквях. Если вы зайдете сегодня в интернет или зададитесь целью найти пророчества современные о том, ну вот, славянском нашем, скажем, мире, да, русскоговорящем или, ну, славянском, да, украинские церкви, может быть, российские, белорусские церкви, я не знаю, другие страны, которые используют такие вот славянские традиции, вы обнаружите огромное количество пророчеств, которые будут звучать примерно так. Дети мои, гнев Господень горит на вас, потому что не ревнуете, не ищите лица моего. Ну, и я придумаю, я не пророчествую сейчас, просто сразу вставляю ремарочку, чтобы не подумали. Не ищите, не ревнуете, но если взыщете ревностно лица моего и будете выпиять ко мне, то отворю небеса и выйду навстречу, и залью на вас благословение. Если же не будете выпиять, ревностно искать лица моего, разрывать сердца и одежды ваши, то гнев будет гореть мой на вас. Примерно в таком ключе вы обнаружите огромное количество пророчеств. Огромное, просто катастрофически огромное. И они разной степенью тяжести, да. И, скажем, кто-то скажет, в этом нет ничего плохого, потому что... Почему нет? Почему Бог не может претензию такую предъявить? Вы не ищете лица моего, не ревнуете и прочее, прочее. Почему, на мой взгляд, Бог не может предъявить такую претензию? Я хочу привести вам два примера. Я понимаю, что я сейчас беру на себя такую ответственность и смелость, дерзновение, так говорить. Но я приведу два примера. Первый пример, он собирательный образ людей, с которыми я пересекался в служении, которые приходили ко мне на беседы. И этих людей было некоторое количество, и у них у всех одинаковая история. Они попадают в проблему. Они начинают искать ответ у Бога. И они попадают на какую-то молитву с пророчествами. И там звучит вот это такое пророчество. «Если, дочь моя или сын мой, будешь ревностно искать лица моего, то выйду навстречу». И этот человек воспринимает, как пророчество Духа Святого, начинает ревностно искать лица Божьего, вплоть до такого, знаете, нервного, морального и эмоционального истощения, на грани отчаяния. Он перебирает всю свою историю до таких мелочей, что вот здесь я подумал о плохом или подумал подумать о плохом, и он кается в этом десятки раз. И он доходит до грани такого рода истощения, когда уже абсолютно он не видит себя никак, кроме как абсолютным грешником и виновником. И вроде он во всем покаялся, но проблема не сдвигается. Он идет на следующую молитву. И там пророчество еще звучит жестче. «Взывай ко мне и вопияй, ибо если не будешь вопиять, ничего не будет». Человек, который до этого уже месяц вопиял и взывал отчаяние, он начинает еще сильнее отчаиваться. Он начинает видеть, что он уже теряет сон, у него уже начинает подрываться психическое здоровье, люди перестают его понимать, они уже не знают, как его утешать. И он попадает на третью молитву, и Господь говорит, «Это буря от меня, это огонь от меня на твою жизнь пал». И человек не понимает, потому что во всех трех пророчествах нет никакой конкретики, нет никаких деталей, нет никаких конкретных упреков. Буря, пламя, гнев, огонь и прочее, прочее. И знаете, что страшно в этом все? Что потом оказывается, на самом деле, это мое убеждение, я не берусь судить, но Библия говорит рассуждать о пророчествах, что за ними и не стоял Дух Божий. И, конечно, человек задастся любой вопросом, а что за ним стояло? Однажды Павел встретил служанку, одержимую Духом прорицательным, и она не говорила, «Вы негодники, вы будете гореть в аду» или что-то в этом роде. Она говорила слова, похожие очень на Божье пророчество. Она говорила, «Это рабы Бога Всевышнего, они возвещают путь спасения». И апостолу Павлу в определенный момент времени было очень четко понятно, что за этими словами не стоит Дух Божий, как бы ни странно звучало. За красивыми, правильными словами стоял гнусный, грязный Дух прорицания, который уводил людей от истинного пути Божьего. И вот эти люди столкнулись, скорее всего, на мое убеждение, не с Духом Божьим любви и благодати, а с Духом прорицания, который загонял их глубже и глубже и глубже в такую ситуацию, с которой уже невозможно выбраться. Вторая история, которая очень коснулась моего сердца. Однажды я увидел видео, я уже говорил про это видео когда-то в проповеди, но я вспомнил его и сегодня. Я увидел видео, обращенное к церквям во всему миру, где родители, ребенка, у которого была гангрена по какой-то причине, рук и ног, это был маленький ребенок, у которого была гангрена обеих конечностей, и рук и ног, и ему грозила ампутация. Я не знаю судьбу и историю этого ребенка, но там был такой момент, там был такой эпизод, что эти родители обращались к церкви Божьей по всему миру, потому что где-то на молитве было сказано, Господь, якобы Господь сказал, если церковь Божья объединится в молитве и начнет взывать и вопиять за это дитя, то было сказано, я смилуюсь и выйду навстречу. И вы знаете, почему это тронуло мое сердце? Потому что в такой ситуации ни у кого нет шансов. Никогда вы не довопияетесь и не довзываетесь. Почему? Потому что тогда получается, что Бог занимает очень странную позицию. Маленький ребенок, которому я, как Бог, подарил жизнь, сталкивается с тем, что ему нужно ампутировать руки и ноги, но меня это не тревожит. Мне, как Богу, все равно. Я любящий только на страницах Библии. Я описан красиво только в Евангелии, обо мне только красиво проповедуют, но на самом деле я другой, я злой и жестокий. Я Бог, которому все равно на этого ребенка. Но если церковь начнет вопиять и взывать, я буду стоять и слушать, и мне в какой-то момент времени понравится, тогда ладно, так уж и быть, я выйду навстречу. Я не знаю, о каком Боге это говорится, но это не тот Бог, в Которого я верю. Я верю, что Иисус, как сегодня читалось, пошел на крест тогда, когда мы были еще грешниками, когда мы даже не думали взывать его пиать о своей жизни, когда нам было на него все равно, когда мы могли смеяться над верующими и унижать их за их веру, потому что мы были атеистами или какими-то глупцами в своем сердце. Друзья мои, я хочу обратить ваше внимание, что славянская цена в протестантской традиции выражается в том, что развилось целое учение, целая доктрина о том, что перед Богом надо все время взывать и вопиять, разрывать свое сердце, непрестанно пытаться искать его лица, как будто он где-то прячется или как будто он где-то скрывается. Ничего вам это не напоминает, когда пророк, выступая против пророков Вала и Дубравны, он говорил, взывайте громче, может быть, ваш Бог не слышит, может быть, ваш Бог где-то уснул. И люди взывали и кололи себя копьями и вопияли с утра до ночи, но ничего не происходило. И я знаю огромное количество историй, когда вот такие люди доходили до полного отчаяния, потому что годами своей жизни они взывали и вопияли, взывали и вопияли, взывали и вопияли, и ничего не менялось. Они попали в ловушку того, что они пытались заплатить цену там, где она уже была заплачена. Друзья, мы продолжаем дальше. Итак, вопросы, которые сегодня. Могу ли я дополнить, доплатить цену действием Духа Божьего, которые уже были сделаны? Важны ли мои усилия? Могу ли я как-то своими усилиями изменить что-то? Я хотел бы попытаться сегодня вместе с вами эти вопросы очень быстро, насколько получится, разобрать. Итак, могу ли я дополнить цену? Из чего состоит мое спасение, мое отношение с Богом, и есть ли в нем моя часть? Безусловно, важно понимать, что на мой взгляд, мое убеждение, что действия Божьи в нашей жизни всегда состоят из двух частей. Это Божья часть, и это моя часть. Божья часть выражает себя в следующем. Это совершенная жертва Иисуса Христа. Я сразу обозначу. А моя часть – это мое решение воли по принятию этой совершенной жертвы Иисуса Христа. Сегодня, когда Сергей вначале говорил о том, точнее, когда он перед причастием говорил о том, что мы очень нуждаемся в Иисусе, я ликовал, потому что на самом деле это и есть очень глубокое и важное послание для любого дня, любой церкви. Потому что мы нуждаемся в Иисусе. Мы нуждаемся в Его присутствии в нашей жизни. Мы нуждаемся в Его близости с Ним. И я понимаю, что для кого-то, когда я говорю эти слова, они звучат как-то, может быть, пустыми, но только по одной простой причине. Потому что вы до конца не знаете Его. И это не упрек. Это не какая-то, знаете, брошенная кому-то фраза, чтобы обличить или что-то еще. Самое главное, что может иметь в жизни свой христианин – это знать Его, знать Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, я ради этого познания отказался от всего. И я хотел бы, чтобы мы с вами имели такие сердца, чтобы ради Иисуса, ради познания Христа, мы тоже могли смело и легко отказаться от всего. Я открою послание к евреям, 10 глава, 10 стих. «По этой воле, по сей воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенных… Следующий. Совершенным… Нет. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». А, это будет 14. Сейчас, секунду. Я просто перескочил там с одного стиха. Да, смотрите. Еще раз мы читаем 10 стих. Написано, «По сей воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Я пропустил. Почему? Потому что хочу именно вот этот акцент, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Мы принесены, или освящены, 10 стих, единократным принесением тела Иисуса Христа. Это важный момент, который Библия очень четко показывает. Мы освящены единократным. Он однажды принес себя в жертву. И написано дальше, «Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Это очень важный духовный момент. Почему я подчеркиваю, что это духовный? Здесь, конечно, люди скажут, но это вопрос теологический. Одним, не одним, совершенным. Нет, друзья, это вопрос не теологический, на мой взгляд. Это вопрос духовный. Я сейчас докажу вам это, попытаюсь доказать, по крайней мере. Может, кого-то я не убежу, но я попытаюсь. Смотрите, почему этот вопрос духовный? Он сделал совершенными освящаемых. Любая попытка добавить что-то к этой жертве, к этой цене доплатить, то есть написано, что его жертва была, делает нас совершенными, освящает нас. Любая попытка что-то добавить к этой цене, она не просто является, ну, попыткой. Я хотел бы предположить сегодня, что это является богохульством. Я объясню, почему, или попытаюсь аргументировать, как я уже сказал. Четвертая книга царств, первая глава со второго стиха говорит, «Охозе упал через решетку с горницы своей, что в Самаре и занемог. И послал послов, сказал, пойдите спросите у Вильзевула, божества Акаронского, выздоровлю я от всей болезни». Они пошли спрашивать. Тогда ангел Господень сказал Илии, встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского, скажи, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вильзевула, божество Акаронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия и сказал им. Вы знаете, эта история, конечно, говорит о том, что царь пошел вопрошать к божеству Акаронскому. Что-то было колдовское, оккультное. Но давайте подумаем, какая претензия у Бога была к нему. Он говорит, разве нет Бога в Израиле, что ты пошел вопрошать кому-то еще? Тебе потребовалось еще что-то, чтобы быть успешным в своей жизни. Иными словами, когда он упал из-за немог, у него все было хорошо, наверное, счастью, когда он ходил и поклонялся живому Богу, я не знаю точно о его жизни, то есть мы не можем ее сказать на 100%, но из того, что мы знаем, скорее всего, да, может быть, он был угодный, неугодный Богу, но в его жизни случилась история, он упал из-за немог, он заболел, и он начал искать выхода. И он понимал, что есть Бог, и, возможно, к нему обращался, но послал также спросить у Вильзевула. Он пытался найти все варианты. Иными словами, друзья, когда мы попадаем в трудную ситуацию, как я говорил про эту славянскую цену, мы начинаем сначала обращаться к тому, что нам доступно, мы начинаем молиться, и это вроде как-то должно сработать, но оно не срабатывает. Мы начинаем перебирать свои грехи, и оно не срабатывает. Мы начинаем бегать по пророкам, и оно не срабатывает. Мы начинаем вопиять. Иными словами, мы начинаем брать все возможные варианты, и эти варианты, как правило, не являются божьими вариантами. Они являются попыткой доплатить тому, что сделал уже Иисус. И вы скажете, ну, ты здесь перегибаешь, потому что он обратился к божеству Акаронскому, поэтому Бог сказал, ты не встанешь в той постели, на которую ты лег. Но я хочу обратить ваше внимание на один новозаветный стих, который сегодня уже упоминался. Первое послание к Коринфянам говорит, кто будет есть хлеб всей и пить чашу недостойно, как мы говорили сегодня, не рассуждая, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает себя человек таким образом, пусть ест от хлеба и чаши достоин. Ест от хлеба и чаши сей. Это 11 глава, 27 стих. И кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем, оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Я не хочу проводить прямые параллели между тому, что Господь сказал, ты не встанешь в свои постели и тем, что говорится здесь в Коринфской церкви, оттого из вас немощны, больны и немало умирают. Но я осмелюсь предположить, что когда вот такое предупреждение звучит Коринфской церкви, вы, принимая причастие, делаете это не совсем правильно, не рассуждая о крови и теле Господней, не рассуждая, как сегодня Виктор говорил, не осмысливая того, что вы делаете, вы совершаете ошибку духовную. И оттого из вас немощны, больны и умирают. Послушайте, друзья, я хотел бы, чтобы мы осознали, это не просто устрашающее, какое-то угрожающее место. Я хочу осознать для себя, не является ли наша попытка доплатить цену не просто пустой попыткой, не является ли оно в какой-то мере богохульством, которое сильно раздражает Бога. Послушайте еще раз. Я хочу для себя осознать, что когда я принимаю жертву Иисуса Христа, мой фундамент является то, что говорится к евреям. Он сделал нас совершенными. Когда Он нас освящает своей голговской жертвой, мы становимся перед Его лицом совершенными. Это наше основание. Это мой фундамент. Не то, что я буду ревностно в какие-то моменты своей жизни искать лица Господня. Не то, что я в какие-то моменты жизни буду сильно каяться, потому что у меня заболело. Не то, что я в какие-то моменты своей жизни буду вопиять и взывать. Это действует во всей моей жизни, что одним приношением своим Он сделал меня совершенным. Я понимаю, что здесь возникает очень много вопросов, и я попытаюсь сейчас их как-то разрешить. Когда совершенное вот это духовное действие Иисус сотворил, сделал, важно понимать, что оно было совершено в духовном мире, его невозможно уже как бы улучшить, потому что это уже выпад против Иисуса Христа или попытка обойти Иисуса Христа. Кто-то, конечно, не согласится, скажет, нет-нет-нет, мы все это делаем во Христе. Друзья, Евангелие от Иоанна говорит, 14 глава 6 стиха, Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Иисус говорит это не просто так, чтобы, знаете, какие-то красивые слова сказать. Он говорит, «Есть единственный духовный путь – прийти к благодати Отца только через Меня. И вы не можете обойти этот путь». И кто-то скажет, «Ну, мы же не обходим, мы ищем ревностно лица Божьего». Послушайте, друзья, этот путь церковь проходила еще во времена, почему началась реформация, почему началось вот это вот, скажем, движение Мартина Лютера, когда был постулат основной «Праведный вера и жив будет». Потому что церковь в своих исканиях зашла очень ко многим вещам, когда они физически там платили деньги за искупление грехов. Они придумали очень много-много всяких вещей, много всяких обрядов, но это никогда не имело ничего общего с живым Богом. По своей сути, это было подобно тому, как царь, который жил и вроде бы верил в живого Бога, в трудный момент времени искал другие варианты. В его случае это было Вильзевул, в нашем случае это может быть, знаете, назовем это ревностное искание лица Божьего. То есть в обычной жизни мы живем обычной жизнью, но когда у нас приходят трудные времена, мы начинаем ревностно искать лица Божьего. Не является ли это попыткой, знаете что, разрешить свою проблему через то, что наша ревность приплюсуется к жертве Иисуса Христа и даст результат. Это, на мой взгляд, является в какой-то мере богохульством. Моя вера позволяет мне иметь от Бога благодать, потому что Он есть путь. И Иисус есть путь. От Него исходит благодать. Я не могу ничего приплюсовать к этой благодати. Ревностно ли я буду взывать, или я буду просто плакать? Буду я молчать перед Богом, или я буду просто в стенах или в посте? Это ничего не изменит к тому, что Иисус сделал на Голгофском кресте. Вот это я должен осознать всей своей душой. И тогда вопрос переходит, а что, моя какая-то часть в этом есть вообще или нет? Моя часть как раз и относится верой принятия Иисуса Христа и следовать Его воле. Это очень четко записано в послании Галатам. Кстати, вот Галатам как раз апостол Павел и говорит, почему вы снова обращаетесь к какой-то иудейской цене. Там не была славянская цена, но там была иудейская цена. Вы снова наблюдаете дни, месяцы, вам снова нужен закон, вам нужны порядки, правила, одежки, еда или что-то еще, потому что вы хотите на фоне, может быть, остальных или сами в себе понять, что угождаете Богу чем-то еще особенно. Иисус, здесь в послании Галатам говорится о Христе, 2 глава, 19 стих. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Для Бога я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И дальше он пишет, а что ныне, то есть сейчас я живу в теле, во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей, если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Такой вот отрывок очень может быть какой-то разбросанный по мыслям, но я хочу его так вот суммировать, подытожить то, что апостол Павел говорит. Он говорит, я сораспялся Христу, живет во мне Христос. Это мой фундамент. Моя жизнь строится на его совершенной жертве, которую он принес за меня. Я ничего не могу к этому добавить. Он говорит, я сораспялся Христу. Я соединился с Ним. Я понял, что только его крест, это единственное мое основание. И то, что я живу, не я живу, но живет во мне Христос. А что я живу в плоти, вот здесь принципиальный момент, я живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня. Я не отвергаю благодати Божьей. Я принимаю эту благодать, да? То есть воля, в данном случае, мое решение направлено на Христа. Друзья, я понимаю, что это может звучить для кого-то сложно, может быть, но мы должны понимать главную вещь. Моя воля должна быть направлена на Христа. Если, вот это моя часть, если моя воля, она направлена не на Христа, если она направлена не на то, что я сораспялся Ему, она будет направлена на какие-то другие вещи, на мое усердие, ну не то, что на усердие, на мое искание лица Божьего, потому что про усердие мы сейчас поговорим, это важный момент, на мое искание лица Божьего, на мои какие-то, знаете, дополнения, мои суперочищения, мои посты или прочее, прочее. Это не сработает никогда, потому что в духовном мире есть закон, в Иисусе Христе мы получаем спасение. Воспримите это как духовный закон, как притяжение. Я не могу полететь, как бы я не захотел. Я могу махать руками сколько угодно, может быть, я попытаюсь сейчас, но ничего не получится, я сразу говорю. По той причине, что притяжение в данном случае безжалостно, как закон. То же самое здесь, как бы я не искал ревность на лица Божьего, это не сдвинет меня ни на миллиметр в святости. Я освящаюсь жертвой Иисуса Христа, я освящаюсь Его благодатью. Но, опять же, хорошо, я просто не хочу вас так вот как бы увести от главной мысли, что мое решение, моя воля, апостол Павел говорит, я, не я живу, но живет Иисус, я живу верой, да, во плоти, я верю, я следую за Ним верой, я принял Его. Как же человеческая часть, которую вам приложить? Потому что Библия говорит о двух, как минимум, вещах. Старание и усердие. И сегодня на этом строятся многие вот так, мы ревностно ищи лица Божьего, старайся, будь усерден, будь усерден, старайся. О чем говорится Библия о старании и усердии? Как минимум, послание Петра, 1 глава, 3 стих говорит, от божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия, 2 послание Петра, 1 глава, 3 стиха, через познание призвавшего нас славу и благости, который, это очень, кстати, сложное место для понимания на слух, поэтому читайте, нам его не показывают специально, 2 послание Петра, 1 глава, 3 стиха, как от великой божественной силы даровано нам все потребное, как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которым дарованы великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растения и похоти, то вы, прилагая всему все старание, покажите вере вашей. Прилагая всему все старание, покажите вашей вере. старание моё может быть приложено к тому, чтобы вера в Иисусе Христа была моим центром. Иными словами, когда мы говорим про стояние и усердие, мы можем их направить в нескольких направлениях. Мы можем их направить для того, чтобы Богу приложить что-то ещё, стараясь там соблюсти какой-то закон, стараясь больше молиться, стараясь ещё что-то, может быть, через чтение. Я встречал людей, которые говорили, что я читал Библию до изнеможения, чтобы угодить как-то Богу, но ничего не работало. Я Богу молился там, молился духом, молился умом, молился по много-много, но ничего не работало. Я старался Богу что-то приложить, но это не сработает. Но когда я направляю свои старания на то, чтобы стоять на Божьем основании посредством веры, я принимаю благодать Иисуса Христа. Моё усердие — это показать вере, что добродетель, добродетель рассудительности и так далее. Мы сейчас не будем об этом читать. Я просто хочу, чтобы мы понимали, что есть принципиальная разница в старании найти Божье расположение какое-то, добавить что-то к Нему, или найти Бога в себе, найти Его посредством своей веры. Иными словами, когда я направляю старания, чтобы моя вера, или вот моё освящение посредством Христа, оно пребывало во мне постоянно, как говорил сегодня Сергей, нам нужен Иисус постоянно. Я прочитаю, я понимаю, что я много читаю сегодня мест, и они, может, уже смешиваются в вашей голове, но вот первое послание Фессалоникийцев говорит, 4 глава с 1 стиха, «Братья, просим, умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв нас, как поступали, как должно поступать и угождать Богу, более преуспевали, ибо вы знаете, какие дали вам заповеди Господа. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, каждый из вас умел соблюсти свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, ибо Бог их призвал не к чистоте, но к святости». То есть старания, усердия направлены не на то, чтобы молитвами, чтением, чем-то еще мы добавили к Богу какой-то, знаете, плюс. Старания, усердия мои направлены на познание Его в вере, в святости, в хождении в Нем, благодати в Нем. Если хотите стараться, проводите время с Ним, проводите время с Иисусом в молитве. Если хотите стараться, проводите время в добродетели, благословляя кого-то, простирая кому-то руки. Кстати, здесь вот, если дальше читать послание Фессалоникийцам с 10 главы, умоляем, братья, вас. Умоляем. О чем апостол может умолять кого-то? О чем? Как вы думаете? Он умоляет более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали, что вы поступали благоприлично перед внешним и ни в чем не нуждались. Апостол убеждает и умоляет не просто, знаете, прорываться в духовном мире и платить цену. Живите тихо. Старайтесь делать свое дело, работать своими руками, жить благочестиво, жить в этом мире так, чтобы ни в чем не нуждаться, быть благословенными, освящаться. Почему? Потому что старания мои не могут добавить жертве Иисуса Христа ничего. Я не могу доплатить цену. Я могу только ее принимать. Поэтому мое старание и усердие – это мое пребывание в Иисусе, пребывание в Нем каждом дне моей жизни посредством моей веры. Хорошо, мы прошли эту сложную часть, и мы переходим к последней части. Последняя часть, она мне очень нравится. Почему не приходит ответ от Бога? Это очень замечательная часть, потому что люди молятся, кричат, прорываются. Почему не приходит ответ от Бога? И здесь я должен был сказать фразу «все очень просто», но я ее не скажу, потому что все непросто. Почему у нас возникает ощущение, что благодати недостаточно, что нам что-то нужно добавить? И ответ, знаете, на мой взгляд, находится в том, что Божьи ответы, Божье действие в нашу жизнь приходят только тогда, когда мы знаем и понимаем истину. Истина в Иисусе Христе. Вот почему сегодня так много говорится, что нам нужен Иисус. Смотрите, посланник Ефесиан говорит, 4 глава, с 20 стиха, с 20 по 22, потом 24, мы там пропустим кусочек. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем, в нем научились, так как истинно в Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и облечься в нового, созданного по Богу в праведности и святости истины. Истина в Иисусе отложить прежний образ жизни и облечься в нового человека. И вот здесь ответы приходят в мою жизнь тогда, когда я знаю и понимаю истину. А истина в Иисусе. Он заплатил за меня цену, и я не могу ничего к этому добавить. И я понимаю, что, может быть, я эту фразу уже мусолю, 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 мусолю. Но, друзья, я хочу привести один пример, простой пример. Допустим, я решил изобрести новую математику. Мне не нравится старая математика. 1 плюс 1 равно 2 – это как-то банально и скучно. Я изобретаю свою новую математику и презентую вам сегодня, я и говорю, что базовым его постулатом 1 плюс 1 равно столько, сколько ты хочешь, но не меньше 3. Правда, классная математика? То есть это расширяет наши возможности. У кого-то 1 плюс 1 будет 5. Главное, чтобы не меньше 3. У кого-то 3, у кого-то 7, у кого-то 10. И дальше полет фантазии. И мы начинаем изобретать к этой новой математике новые вещи. Например, мы говорим, вот эта формула такая теперь будет решаться так. А теперь мы выкидываем в топку старые все понятия математики, потому что они больше уже не работают, потому что у нас есть новое направление или движение. Ну, вы чувствуете, к чему идет. Даже если бы вы все здесь, сидящие в зале, стали моими последователями, то наша математика очень скоро умрет, потому что она не интересна никому. А знаете, в чем проблема такой математики? Проблема такой математики кроется в самом главном глубинном постулате. 1 плюс 1 равно 3 и более – это не истина. Это то, что мне хочется, чтобы было истиной. Но оно никогда не станет истиной, как бы мне этого не хотелось. И я могу с пеной рта здесь, с эмоциями, знаете, соплями, слезами доказывать, возлюбленное 1 плюс 1 равно сколько, братья и сестры? 2? Нет, не 2. 3 и более. Это ничего не меняет. Истина остается истиной. Я могу ходить с грустным видом, друзья мои, 1 плюс 1, сколько будет равно? Это не меняет истины. Грустный, слезливый, сопливый. Истина продолжает быть законом, фундаментальным. Вот что означает истина в Иисусе. Можешь кричать дома, вопиять, добавлять к Нему. Это не изменит истины. Он все равно останется тем, кто заплатил совершенную цену за меня. И это истина. Она неизменна. И как бы мне не хотелось добавлять. А вы знаете, что такое добавление? Истина исходит от живого Бога. Когда человек искажает истину, 1 плюс 1 равно 3, получается религия. И теперь это уже математика Савчука. Вы верите в математику Савчука и скажете, аминь. Вы верите в эту новую классную математику Савчука? Аминь. И кто-то скажет, о, это эти фанаты секты математики Савчука. Это религия. Она не имеет ничего с истинной живой математикой. Друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами не были людьми религиозными. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что от религии не может исходить жизнь. От религии исходят человеческие правила. Когда кто-то вдруг подумал, что в этот сложный жизненный момент тебе надо просто больше кричать и вопиять. И он начинает об этом проповедовать. Он начинает исказать истину. И оно умирает. Жизнь исходит от Духа Божьего. Я приведу последнее место в Священное Писание. Мы будем вместе с вами молиться. Апостол Павел пишет Галатам. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас. Это первая глава 6 стиха. Благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию. Которое, впрочем, не иное. Вот сейчас я хочу, чтобы вы очень сильно пропитались этим местом. Которое, впрочем, не иное. А есть люди, смущающие вас и желающие превратить переначительными словами благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема. Я пропускаю, с 11 стиха читаю. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Я принял его, и научившись не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Друзья мои, почему не приходят ответы? Потому что люди искажают истину. Апостол Павел пишет галатам. Удивляюсь, что вы от благовествования, которое приняли, от призвавшего вас благодатью Христовой. От призвавшего вас благодатью Христовой. Я чувствую, что не все пропитались этим. Будем повторять, пока мы все не пропитаемся. Но я в первую, да? Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой. Вы уверовали в Иисуса Христа, и Он призвал. И это было не от человеков. Это невозможно сделать от человеков. Никто не может взять себе Евангелие и присвоить себе. Почему я так смело говорю, кто-то скажет, «Ой, да ты молодой, да ты еще не знаешь жизни, да ты еще не знаешь, вот есть много динаминаций, есть много всего-всего». А это неважно. Никто не может присвоить себе математику и назвать ее своим именем. Вы можете подчиниться ей и присоединиться к математике. И тогда ваше имя, может быть, впишут в ряд великих математиков. Но вы не можете подчинить ее себе. Она будет жить независимо от вас. Никто не может взять Евангелие и присвоить его себе. Вы можете подчиниться ему и сделать его своей жизнью. Но никто не может взять и изменить его, превратить его, подстроить под себя. Как только вы это сделаете, оно тут же становится вашей религией, и оно умирает. Евангелие живо, пока оно принадлежит Иисусу Христу. Вот почему без Него мы не можем ничего. Вот почему истина только в Нем. Вот почему Он сказал, я есть путь истинной жить, потому что только Ему принадлежит Евангелие Иисуса Христа. Оно так и называется, Евангелие Иисуса Христа. Благодатью мы спасены через веру. Иисия, не от нас, не от дел. Это дар Божий, чтобы никто не хвалился. Потому здесь написано, я удивляюсь, что когда Он призвал вас, вы приходите к иному благовествованию. А что это за иное благовествование? Это то, что добавили люди. Это то, что приплюсовали люди. И оно тут же стало религией. И оно тут же умерло. Оно перестало быть животворящим. И вы можете следовать этому годами. Вы можете наслаждаться этим. Один плюс один равно три. Но оно мертвое. Оно никогда не будет вплетено в Божью жизнь. Потому что оно уже не принадлежит Иисусу. Оно принадлежит людям. Это иное благовествование, которое написано не иное, а люди превратили его, они смутили, и желая извратить благовестие Христова. Но, говорит, даже если бы мы или ангел пришел. И многие удивляются. Павел, почему так смело? Почему даже если бы ангел пришел, ты так смело выступаешь? Потому что, он говорит, Евангелие не принадлежит мне. Я только узнал его через откровение Иисуса Христа. Это не принадлежит моему духу. Это не принадлежит моему разуму, моему слову. Я только присоединился к нему и исповедовал вам. Стал свидетелем этого Евангелия. Потому я так смело говорю, если придет ангел, или человек, или любая другая духовная сущность, и будет говорить что-то иное, будет анафема. Он будет впадать под проклятие, потому что он делает свою религию. Евангелие невозможно узурпировать, его невозможно захватить, его можно проповедовать, его можно взять в свое сердце и жить им. Оно не принадлежит мне или вам, оно принадлежит Иисусу Христу. И поэтому сегодня, когда в Церковь Божья возвещает Евангелие Иисуса Христа, она живет, она будет жить, независимо от того, какой антураж вокруг. Стоят ли тут свечи, висят иконы, или какие-то атрибуты. Зависит все от того, взяла ли Церковь Божья Евангелие Иисуса Христа и пропиталась им, живя верой. Или мы делаем свою религию, добавляя к Евангелию что-то еще, что нам нравится. Кому-то смирение, кому-то танцы, кому-то слезы, кому-то смех. Давайте мы встанем и будем молиться, потому что я могу говорить об этом бесконечно. Друзья, Евангелие Иисуса Христа, я делаю вывод или какое-то краткое резюме перед нашей молитвой. Я ничего не могу добавить к Евангелии Иисуса Христа, его голговская жертва, она совершенна. Если сегодня у тебя есть в жизни ситуации, которые ты не можешь пройти, преодолеть, возможно, что-то происходит неправильно с твоим фундаментом внутри, возможно, ты неправильно понимаешь для себя, что значит, искать лица Господня. Такие есть примеры в Библии, но это не значит, что я своим смирением или своей какой-то суперкротостью или своим воплем добавлю что-то в моей ситуации. Я могу только предоставить Иисусу Христу. Я могу только открыть свое сердце в вере. Моя часть усердия и смирения или усердие, моя часть, когда я просто в своей вере, в своем ревности, в своем, может быть, стремлении я познаю Иисуса Христа, а я присоединяюсь к Его Божьей благодати, присоединяюсь к Его истины. Мы сейчас будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok